Добро пожаловать! Рахим Эдегес, welcome, welcome! Прошу вас, карета подана, не надевайте ваши костюмы, поехали! В этой карете смешались все тренды туристического сезона в период Мундиаля. Национальный колорит, история и прогулки по столице республики. Футбольная ночь в музее, аргентинская танго на набережной и специальный салат FIFA от столичных поваров. Казань готовится удивлять зарубежных гостей. Заинтересованность достаточно высокая, людям хочется чего-то нового, чего-то свежего, чего они не встречали раньше. Главным туристическим центром в период чемпионата мира станет центр семьи Казан. Здесь пройдет фан-фестиваль. В рамках него казанцы и гости города приготовят чак-чак весом больше тонны. Он попадет в книгу рекордов Гиннеса, а также здесь развернут скатерть длиною в 150 метров с символикой стран-участниц Мундиаля. 10 тысяч самых активных туристов в фан-зоне получат виртуальные очки. Будем раздавать картонные версии этих же очков. Она собирается, конструкция, вот таким вот образом. Сюда вставляется ваш смартфон, по QR-коду проходится на канал на ютюбе. А в Свияшске прямая интеграция в историю. Здесь гости смогут сыграть в футбол в доспехах рыцарей, а древний булгар внимает современным технологиям. У нас уже передвижение по музею-заповеднику организовано на электрокарах. То есть в электромобильчиках можно проехаться по музею-заповеднику или прогуляться. Все это в преддверии чемпионата мира по футболу. По прогнозам, денежный оборот в туризме за это время может достичь 20 миллиардов рублей. По нашим предварительным оценкам мы ожидаем за этот период более 200 тысяч туристов и гостей. Соответственно, это и Россия, это и страны те, которые будут у нас играть, и страны те, которые у нас не будут играть. В навигации помогут туристам шатры в виде футбольных мячей. Под черно-белым куполом все желающие смогут получить информацию о Казани сразу на пяти языках. Слават Мухаммадуллин, Дени Уфатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова